В студии Владислав Брик. Сегодня понедельник, а это значит самое время подвести итоги недели. В эфире международная панорама. Здравствуйте! Сегодня мы обсудим самые горячие темы прошедшей недели. Импичмент президента США Дональда Трампа, как президент Украины, помог продвинуться американским демократам еще ближе к своей мечте. Фиксация формулы Штанмайера в преддверии встречи в нормандском формате. Почему у Украины своя формула и какие перемены ждут Донбасс после его реализации? Итак, после опубликования части стенограмма июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, Дональд порекомендовал украинскому президенту возобновить расследование в отношении коррупционных действий своего конкурента в предвыборной гонке Джо Байдена. После чего демократы в Конгрессе инициировали процедуру импичмента американского президента. Реакция американского лидера не заставила себя долго ждать. Поддержка процедуры импичмента достигла максимума за все время президентства Трампа. Импичмент Дональда поддержали 150 демократов в Палате представителей. Такие тенденции в Конгрессе могут означать скорое начало официальных юридических действий по импичменту со стороны Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей и лидера демократов. Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон также поддержала решение членов Конгресса. К слову, спровоцировал демократов к решительным действиям. Никто иной, как коллега Трампа Владимир Зеленский. Президент США пытался вовлечь президента Украины в заговор. В какой именно? Давайте вспомним. Протокольная встреча и быстрые рукопожатия. Дональд Трамп любит жать руки, но, видимо, не в этот раз. Встреча украинского и американского президентов на 74-й Генассамблее ООН прошла на удивление холодно. Хотя всю неделю до рандеву новости о лидерах Украины и США были чрезвычайно горячие. Президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по всей видимости, действуя в обход законной правоприменительной практики и дипломатических каналов, вынуждает украинское правительство под видом борьбы с коррупцией инициировать два политически мотивированных расследования. Американская разведка рассказала о телефонном разговоре Трампа и Зеленского, в котором глава США требовал у своего коллеги расследовать коррупционные схемы своего главного конкурента на ближайших выборах Джо Байдена. Дональд поначалу отрицал беседу, но когда ему начали угрожать, распространением телефонограммы пришлось признаться. То, что сделал Байден, это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая. Много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена на посту президента США, потому что он отменит эту отличную торговую сделку, которую мы собираемся заключить. Поэтому протокольная съемка для них превратилась в жесткую пресс-конференцию. Правда, говорил на ней лишь Трамп. Он был главной целью многочисленной прессы. Тем не менее, от того, как Зеленский поведет себя в этой ситуации, будет во многом зависеть, как ни странно, будущее Украины. Ставки очень высоки. Проведет ли он обещанный республиканцу Трампу расследование, обьющее по Байдену, взамен на некую помощь или ничего не делать, ожидая благодарности от американских демократов. Но есть еще один проверенный путь – обвинять во всем Россию. Да, видно, этот путь самый простой и надежный. Так же сейчас поступает и председатель Палаты представителей Конгресса США, которая сначала говорила… А уже на следующий день Нэнси вспомнила о том, кто же все-таки виноват во всех мировых проблемах. Кто же, так сказать, корень и источник всех бед. Конечно же, это Россия и лично Путин. Да, конечно, любой американский конгрессмен, знающий о проблемах в Олимпопо, точно в курсе, что везде по всей планете действуют шпионы из КГБ. Что интересно, почти половина американцев поддерживает импичмент Трампа. В разных опросах процент одобрения импичмента варьируется от 43 до 49%. Следующий ход сделал президент Трамп, написав в Твиттере, что процедура импичмента является величайшей аферой в истории американской политики. Как оказалось, американское разведсообщество тайно отменило требования, согласно которому осведомители в своих жалобах должны залагать информацию, полученную только из первых рук. Но новая форма подачи заявления была загружена на сайт директора национальной разведки 24 сентября, за несколько дней до публикации жалобы сотрудника американских спецслужб на Трампа из-за его разговора с Зеленским. Автор жалобы утверждает в своем рапорте, что основывался на данных, полученных от более чем полудюжины американских чиновников. Однако сам не был свидетелем большинства из описанных событий. А ведь согласно прежним правилам, жалобу, в которой представлена информация не из первых рук, должны были отклонить. И снова в Твиттере, который Трамп использует как прямой источник информирования, президент США написал «Их поймали, прекратите охоту на ведьм». Тем временем генпрокуроры Украины Шокин и Луценко выступили с противоречивыми заявлениями. Первый рассказал о давлении, которое на него оказывал Порошенко лично и американские товарищи опосредованно. А второй в своей манере опытного зэка опроверг всяческое давление на него в расследовании делишек семейства Байдена. И даже сообщил, что у него не было информации об их коррупционной деятельности. В общем, ситуация складывается следующим образом и состоит из нескольких аспектов. Во-первых, абсолютно точно понятно, что ситуация с телефонным разговором Зеленского – это типичная хали-лайкли. Все, как мы уже наблюдали в делах Скрипаля, катастрофе борта MH17 и использовании Ассадом химоружия. Так что Трамп сам поспал в такую же ловушку. Во-вторых, в мире создается четкое понимание токсичности Украины, как возможного катализатора скандалов, политических проблем и репутационных потерь. Ну и в-третьих, мне все-таки кажется, что Трамп выйдет сухим из воды. Скандал и эпатаж – это его личный стиль. Не будем забывать о том, что Трамп – это человек, который банкротил 6 раз собственной компании и ни разу не потратил ни копейки из своего личного состояния. Будем наблюдать. Переходим к следующей теме, мимо которой я просто не могу пройти. О формуле Штанмайера заговорили сразу же после встречи Трампа с Зеленским, где последнему было рекомендовано решать вопросы по Донбассу с Путиным и давлением со стороны Германии и Франции. Трехсторонняя контактная группа в Минске 1 октября все же согласовала окончательный текст формулы Штанмайера в редакции, который был предложен еще в сентябре. Причем Кучма отказался подписывать это как документ и отправил письмо Сайдику, в котором подписал заявление о том, что Украина согласовывает с формулой Штанмайера. Кстати, очень хитрый ход, позволяющий в дальнейшем вновь манипулировать, лгать и изворачиваться нашим украинским партнером в кавычках. В любой момент они могут сказать «Кучма никто, а подпись похожа, но не его». В общем, это обычная украинская история. На самом деле началась тот же день на брифинге Зеленского. Никаких выборов под дулом кулеметов не будет и не может быть. И еще очень важный момент. Закон про особенный статус Донбасса действует, вы знаете, что он есть, и он действует до 31 грудня 2019 года. Будет новый закон, который разработает парламент в тесной сотрудничестве и в публичном обговорении с обществом. И в этом новом законе не будет перейдено никакой червоной линии. Именно поэтому нет и никогда не будет никакой капитуляции. Зеленский забыл про целый ряд вещей, которые не соответствуют его заявлениям в принципе. А подписав документ, разводят руками. Оказывается, действие замороженного закона об особом статусе Донбасса истекает к концу этого года. Что Украина делает дальше и что на самом деле представляет из себя формула Штайнмайера, посмотрим в нашем материале. Единственный пока что опубликованный документ – письмо, свидетельствующее о согласии с нынешним президентом Германии Штайнмайером, которое он выдвинул еще полгода назад. Формула Штайнмайера по факту определяет, что закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу после того, как на этих территориях пройдут выборы под надзором ОБСЕ. По украинским законам. Настоящий закон вступает в силу в 20.00 по местному времени, в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины. Но что это будет за закон, пока еще непонятно. Принято еще при Порошенко, истекает уже к концу этого года. Нынешнему составу Верховной Рады придется издавать новый. И как это выйдет, непонятно. Ведь из всех украинских партий формулу Штайнмайера поддержала только оппозиция, а платформа за жизнь. Так оно и есть, что формула Штайнмайера – это принцип дорожной карты по реализации отдельных пунктов Минских соглашений. Мы в целом выступаем за то, что Минские соглашения являются безальтернативными. Они должны быть выполнены, и это может привести к миру. Партия «Ослуги народа» уже выдвинула целый список требований к закону об особом статусе Донбасса, который может заменить предыдущий. Они уверены, что из него необходимо исключить большое количество пунктов, в числе которых полная амнистия и местная милиция, а также ряд других. На Донбассе реакция последовала незамедлительно. Глава ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали понять, что украинского контроля над границей не будет. И призвали к прямому диалогу с республиками Донбасса. Сам закон об особом статусе и сама процедура местных выборов должны быть согласованы в прямом диалоге с представителями отдельных регионов Донбасса, которые уже даже западные политики открыто называют ДНР и ЛНР. И самое главное, положения особого статуса должны быть прописаны в Конституции, а не регулироваться какими-то мифическими украинскими законами. Предоставляя Донбассу особый статус, Украина фактически признает республики в том виде, в котором они уже существуют. В случае исполнения Украиной своих обязательств, республики Донбасса получат намного большие права, чем были в свое время у Крыма. Поэтому сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и бессрочной полной капитуляции. Они пришли на банковую. Нам байдуже, какие их там подкилинные игры, что отбываются. Для нас важливо, что мы сможем захистить нашу украинскую землю. День капитуляции! День капитуляции! День капитуляции! Также участники митинга против имплементации формулы Штанмайера собрались на Майдане независимости. Ночью 2 октября они разошлись, но заявили, что планируют 3 октября собраться под стенами Верховной Рады и на Майдане. Тем временем Украина принимает законопроекты, явно не говорящие о ее готовности к миру. Верховная Рада легализует антиконституционное применение армии на своей территории. Депутаты во втором чтении проголосовали за право на применение боевой техники и оружия соединениями военными частями и подразделениями ВСУ в особый период до введения военного положения и после его прекращения. Что это за особый период, каковы его критерии, непонятно. Понятно только одно. Применение армии на Донбассе было неконституционным и незаконным. И давайте подведем итог всему сказанному выше с точки зрения Республик Донбасса. Никакого продвижения в Минских соглашениях не будет без прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском. Никаких выборов, никакого особого статуса, никакого контроля Киева над нашей границей не будет. Кучма пытается рассказать про то, что у местных выборов ДНР и ЛНР должны участвовать украинские партии и украинские СМИ. Это те, которые шестой год ведут пропаганду, разжигающую ненависть к населению Донбасса? Как вы себе это представляете? Кто в состоянии обеспечить Донецке или Луганске безопасность Ляшкам, Березам или другим прочим украинским политикам? Кто гарантирует безопасность съемочным группам украинских телеканалов? Да для этого не хватит всей армии НАТО вместе с армией КНР в придачу. Или выполняете наши условия или отказываетесь от минских соглашений. Урегулирование мирное существование республик Донбасса с Украиной возможно при соблюдении следующих условий. Уничтожение под корень всех организаций украинских националистов с их судебным преследованием. Судебное решение и привлечение к ответственности всех одиозных руководителей Украины от Турчинова и Порошенко до Кличко и Яценюка. Принятие законов и изменение Конституции в части федерализации Украины и втором государственном языке. Секторальная экономическая кооперация с Российской Федерацией. Расследование военных преступлений командного состава ВСУ и зондеркоманд в отношении населения Донбасса. Репарации для ДНР и ЛНР на восстановление разрушенного украинской армии жилого фонда и инфраструктуры. Эта сумма в размере минимум трех годовых бюджетов Украины. Никакие слова и подписи украинского руководства под любыми договорами не имеют значения. Мы ждем откива реальных шагов мирного урегулирования. Таковы реалии, которые умалчивают западные СМИ. Все же они намерены переписать историю на свой лад. Удастся ли мы это, узнаем уже скоро. С вами был Владислав Брик и Международная панорама. Говорим о мировой политике, которая касается в том числе нас, без розовых очков. Подведем итоги этой недели уже в следующий понедельник. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова